Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Ах, ну! Приветствую вас, мои дорогие работники. Сегодня на повестке несколько животрепещущих вопросов. Ответьте честно, вкладываете ли вы душу в работу? И готовы ли вы любой ценой одолеть конкурирующие фирмы? Будет очень печально, если на оба этих вопроса вы ответите нет. Ведь тогда мне придется урезать вам время на сон, а также сократить перерыв на обед. Стремитесь к результату. Всегда держите в голове, что довольные клиенты и ваш карьерный рост – главные приоритеты нашей... Черт, ее послушать, так у нас здесь обстановка покайфнее. Так зажгите огонь в своем сердце и прославляйте бесконечный труд. С душой, на износ, до самой смерти, давайте работать! На всем пизда! Бедный сыруя, вы прикиньте, отпахал три месяца без выходных. Крыша поехала. Походу, да. Сыруя, вот туда нельзя! Там работает труда, ребята! Слышь, не нами я! У меня в руках твоя выработка за прошлый месяц. Хочешь глянуть? Да нет, не очень. Что значит не очень ты? Пятнадцать процентов от нормы, ты чем вообще занимаешься? Да из-за твоей лени, засранец, производительность нашей бригады падает. Но я приболел в прошлом месяце. Всего? Наша работа гораздо важнее здоровья, что за молодежь! Вот когда я был молод и горяч! Как же ты достал, уран! Черт, черт, в стороне дня! Ну за что? Какого хрена я должен гнуть спину наравне с этими неудачниками? Мы горбатимся по шестнадцать часов в сутки и без выходных, к тому же! В общежитиях никакого личного пространства, лежим как сардины в банке, а моемся вообще раз в месяц! Тут какая-то ошибка! Меня отправили в идиотский параллельный мир! Но почему меня?! Еще, мне кажется, что это не дешевое заведение. Вроде работаем с тобой в одном месте, но у тебя есть деньги, но такой ресторан... Денег нет! Что? Но я занял! Я наслышан от наших ребят. У тебя вроде долг в десять миллионов. Неправда. В двадцать вообще-то. Я хотел на ноги встать, думал денежек заработать. Вот и посещал много разных мест. Аферист пытался продать свое единственное имущество. Но местные ребята быстро просекли подвох и решили, что я какой-то аферист. А все так кайфово начиналось! Собственно, вот и вся история, почему я оказался на этой проклятой каторге. Вот бригадир удивится, когда увидит все это. Какие мы делаем успехи. Вот мы молодцы. Да вообще по барабану. Наше собственное счастье гораздо важнее показателей на бумажках. Вкусный обед обнаружен. Это что еще такое? Ну-ка. Да она просрочилась три года назад. Меня обтурили. Вот сволочи! Слушай, у меня есть идея. Что за идея? Ты будешь приманкой. Что? Ну нет. Ты рехнулся? Что ты такое говоришь-то? Спокуха, доверься мне. Ты слишком подозрительный. Мы же друзья, так что выручай. Да в чем ты? Ну ладно, ладно тебе, а? Сырь! Посрин, помоги мне, не лови меня! Что? Он удрал! Что ж, приступы! Папа, мама, простите за все. Я был плохим сыном. По рукам. Вы чувствуете? Чувствуете? Для Нинамии Кинди ветер наконец сменился на попутный. Прелесть. Наши результаты за последний месяц так сильно выросли. И все благодаря твоим командировочкам, Нинамия. В общем, спасибо от всего сердца. Ударно поработаешь сегодня. Спасибо. Черт. Но за что мне все это? Благодаря той сделке командировки проходят отлично. И я уже планировал нехило так нажиться на этой девчонке. Но сегодня мы снова опровергли закон Энгеля о меньшем возрастании расходов на питание. За что мне это ненасытное создание? Больше. Мне нужно больше зарабатывать! Магические артефакты лежат без дела. Интересно, почему? А они хоть ценные, на вид они какие-то потрепанные. Ой, вы в моем туалете. Так это то, что ты не смогла переварить? Лови! А почему здесь нет какашек? Как ты это объяснишь? У меня вместо них магическая энергия. И вообще, Кинзи, я есть хочу. Да как в тебя столько вмещается? Есть хочу. Хочу есть. Кушать хочу. Погоди ты! Хочу кушать. Я не взял ничего с собой. Хочу кушать. Если так голодны, съешьте его. Ты что, отрезал свой хвост? Ты совсем? Не беспокойтесь. У меня новый отрастет. Что с тобой? Крыша поехала? Похоже на какой-то гипноз. Неужели это... От того посоха? Ну что? Время хорошенько поработать! Давайте, впакивайте, идиоты! Не слышу вас глазом радости! Скотина! А ты почему проклаждаешься? Простите, кирку сломал. Ну тогда копай руками! Копай, пока не сломаешь пальцы! Я ясно выражаюсь? Нет, Нинамия, так делать нельзя. Ты же им все мозги промыл. А это... Это уже преступление. Не смей на меня наговаривать! Сам по сути, добыча камней в разы увеличилась. И вообще, я просто улучшаю производительность нашей бригады. Что плохого в том, чтобы работать немножечко больше за ту же заработную плату? Просто и дальше буду эксплуатировать этих бездарей. Тебе бы не помешало ополоснуться, прежде чем залезать в ванну. Да ну... Боже! Постой! Ты что, писаешь в ванной? Как хорошо! Никак не получается отдохнуть. Точно, у меня так же. Под перед напряжением линяю кусками. А у меня голова кружится. Но добыча камней у нас и выросла и в этом месяце. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну вот опять ты за свое! А как, по-твоему, мы деньги будем зарабатывать? Если рассказать им правду матку, все узнают про тайный ход, а мы потеряем монополию на этот уровень. Пусть будут благодарны, что служат мне. Риму, врубай посох на полную. Ваниба, я все хорошенько обдумал. Люди выживают, только доверяясь друг другу. Ой. Да. Нельзя вскарабкаться выше, не выстроив для себя крепкий фундамент. Вот поэтому эти неудачники будут моими ступеньками на пути к вершине. Ну что, мои жалкие рабы? Трудитесь, работайте же до самой смерти! Будьте полезны своему господину! Чего? Убьете же! Я кушать хочу. Что, сейчас? Если я не буду есть до отвала, то ты... Будешь первым, кого я съела. Стой! Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Продолжение следует...